Знакомимся немножечко, да, и поработаем, поговорим об ЛТО. Нас зовут Татьяна Иван-Кароленко, мы золотые директора из города Оренбург. Напишите, пожалуйста, знаете такой город в России, Оренбург? Поставьте восклицательные знаки, кто хотя бы на карте видел такой город. Ответьте, чем славится город Оренбург вообще во всем мире, а не только в России? Кто-нибудь знает, нет? Правильно. Спасибо, Анастасия, умничка. Маргарита знает, здорово, отлично. Да, у нас город пуховых платков. Из цельных дворян. А еще у нас есть такая достопримечательность, у нас в городе проходит граница Европы и Азии. А в офис мы ездим в Европу, а живем мы в Азии. Вот такой вот у нас интересный город, на Урале. Урал проходит граница. Да, жена у меня коренная оренбурженка, то есть азиатка, а я коренной европеец, то есть в Молдавии. В принципе, нормально. Давайте немножечко расскажем о себе, познакомимся. А вы в чате напишите, какой у вас уровень, чтобы мы тоже понимали в компании. Можете написать, сколько лет в компании или месяцев, и какой у вас уже уровень. Пока мы будем рассказывать, мы обязательно просмотрим чат. Хорошо, договорились? Так, давайте знакомиться. До Арифлей мы жили, как все. Иван военный летчик по профессии, а я учитель математики и информатики. У Ивана, кстати, богатое прошлое, да, он работал не только военным летчиком, был коммерческим директором в частном магазине, заместителем редактора в газете, а я только в газете работала. Мы в одной и той же газете работали. Это районная газета, очень такая творческая, замечательная работа у нас была в администрации, у нас были отдельные кабинеты, уважение, почет, только зарплата маленькая, как обычно, бюджетная организация. И к нам постучал в дверь Арифлейм, как бы неожиданно, может быть случайно, но, скорее всего, случайности в жизни не бывает. И нас пригласили малознакомые люди, муж девушки, с которой я когда-то лежала в больнице. Они отыскали мой телефон, позвонили, назначили встречу и приехали буквально к нам домой. То есть вот муж ее с другом приехали, то есть у нас необычно, что нас мужчины пригласили в Арифлейм. И рассказывали нам в основном о бизнесе, про продукцию совсем чуть-чуть, они ею так особо еще не пользовались. Они, в общем-то, были 3-х и 6-ти процентники, но вели себя как директора, так уверенно. Они были с папками, такие представительные. И, в общем-то, пока нас не зарегистрировали, они не уехали от нас. А не просто нас, ну, буквально... Ну, если с двух словах, то проще простого. Просто, наоборот, тогда начиналось время сетевого бизнеса вообще, и Россия была очень лакомым куском для сетевых компаний. И они начинали здесь потихонечку, скажем так, искать своих покупателей и консультантов, которые бы продвигали товар. Первая компания, с которой мы познакомились, не я познакомился, была другая немножко, МВЭй, но мне она не понравилась, потому что такой товар был. И найти, допустим, покупателя в то время, а это, считайте, 2000-й год, довольно-таки сложновато. Но, тем не менее, вот эти два, скажем так, очень представительных молодых человека, вот, они здесь нам рассказывали в течение четырех часов, оффлайн, между прочим. Вот, представьте, допустим, у нас ребенок, все дела, нам надо каким-то образом свои дела вечерние делать, они сидят и не уходят. И все спрашивают, а у вас какие вопросы? А у вас в чем? А у вас в чем? А что у вас такого, скажем так, смущает в нашем предложении? И, короче, пока мы, в конце концов, уже, короче, нас измором взяли. Вот, я решил, что проще будет зарегистрироваться, благо, да, 149 рублей, которые, в принципе, с тех пор не изменилась плата, между прочим, в ходовый рейплей. Вот, с тех пор, вот, допустим, если считать, что средняя зарплата была тысяча, максимум полторы тысячи рублей в то время, и сегодняшние зарплаты, может быть, вы знаете, какие теперь зарплаты, меньше 15, по-моему, сейчас ни о чем. То есть, грубо говоря, в 10 раз больше, а оплата входная в компанию, она не изменилась. Да, ключевая фраза у них была, ну, что тут думать, кому мыться, вам или нашим знакомым? Ну, в общем, в итоге... Или вашим знакомым. Да, кому мыться, вам или вашим знакомым, да, потому что я говорила все, ну, я подумаю. Ну, по поводу, вот, допустим, того, что на слайде нет вложений, по большому счету, это тоже нас привлекло. Ну, а доступные цены, знаете, я, в принципе, после МВ посмотрел на ассортимент компании, вот, и понял, что, по большому счету, я могу себе позволить это. Мало того, я сэкономлю время. Почему? Потому что я терпеть не мог, я и по косметическим магазинам, потому что жена у меня очень скрупулезно выбирала косметику для себя. И для меня было это очень утомительно. Я был рад, что у нас, в конце концов, есть каталог, который будет жена просматривать через меня. Дома, дома. Да, дома, никуда, вообще никуда. Вот, и по большому счету, это нас привлекло, и мы зарегистрировали. Да, у Ивана на тот момент был небольшой опыт общения с нашим конкурентом, да, и МВ, и понял, что здесь доступные цены, не нужно вкладывать деньги, и что для семьи это будет очень выгодно, но и все-таки о Швеции, конечно, мы знали, что это надежный бренд, что это качество, и поэтому все-таки вот приняли решение, но большей частью Иван, потому что меня какие-то еще сомнения посещали. Отдал мой паспорт, и все, и они уехали. Вот, на первый заказ они нас даже отвезли, и получать первый заказ. Вы знаете, вот многие сейчас говорят, и, может быть, вам будут говорить, что те, кто давно, им было легче. Да, конечно, нам было легче. Нам нужно было на другой конец города съездить за заказом. Потом заказ, чтобы сдать, мы тоже ездили в офис. Мы ехали в офис, везли на листочке заказ, заполняли. Потом ездили, его получали. Про очереди забыла. Да, и были большие очереди в те времена, и я ездила за заказами. То с работы, с шофером как-то там мы с работы сматывались, то сама ездила, делала ошибки свои, получала за своих консультантов заказы, раздавала им на работе, вот в частности, в администрации. Они же не хотели ездить. То есть, да, нам, конечно, было легко, когда мы приезжали за заказом, и больше 50% заказа не было на складе. Мы ехали в другой офис, потом еще офисы открылись в Оренбурге. Сначала был один. И нужно было, опять же, сдавать тот же заказ, чтобы поймать какую-то продукцию, потому что не было интернета, не было сотовых телефонов у нас. И когда нам нужно было в конце каталога понять, сколько баллов у нас, мы звонили по телефону, в компанию, по междугородке, да, спрашивали, сколько баллов, и сложно было добить, но практически невозможно. А просто потом уже... Не рассказывай страшилки. Да, но страшилки... Это нормальное прошлое, установление, это все так работают тогда. Теперь это совсем другая история. Со временем мы поняли, что эта работа очень подходящая для нас, бизнес, да, потому что можно иметь свободный график, время для детей выделять, что это действительно европейский доход, и это возможность путешествовать. Ну, об этом мы поняли чуть-чуть позже, когда уже я пошла в декрет, и я поняла, что вот эта деятельность, да, действительно очень-очень классная для мамочки в декрете. Есть мамочки в декрете у нас? Напишите, пожалуйста. Ну, конечно же, без Ивана я бы не справилась, потому что нужно было ездить в офис, нужно было развозить каталоги, нужно было клиентам отдавать заказы. Мамочки у нас есть замечательно, но тем не менее. Сплошные мамочки, похоже. Ой, здорово, здорово, очень рады. Вот, и, конечно же, мы поняли, что дети – это не препятствие для бизнеса, и наши дети всегда были рядом с нами. Которые ищут причину для того, чтобы не делать, а мы искали возможности для того, чтобы делать. И, в принципе, получалось так, что в свое время бизнес каким образом? В принципе, как бы я бизнес отдал на откуп в то время Татьяне, она занималась именно бизнесом арифлеем. Я, скажем так, в периоды, когда я, допустим, не занимался другим добыванием денег, и, скажем так, мне приходилось заниматься. По большому счету, договориться в семье всегда можно, если правильно использовать нужные слова и нужные интонации. В принципе, скажем так, на это уже вы к своему настоящему обратитесь, он научит, каким образом договориться в семье можно. Вот вы видите нашу Маргаритку с первым набором пробников, но не очень хорошо видно, вот это был такой большой чемоданчик, вот такой большой. Пластиковый и сверху синий. Да, синий, вот как вот этот флаг на фотографии. Вот как раз-таки на вот этом первом, ну, второй – это наш большой семинар, вот как раз у нас малышки наши было где-то, наверное, полгода мы ее оставили. Кем-то, я уже не помню, с кем мы ее оставляли, и с бабушкой, и с соседями, и няню нанимали, соседскую девочку. Вот, и то есть никогда у нас дети не были препятствиями. Мы понимали, что и ради детей мы работаем, да, чтобы детям показать море, например, была у нас такая мечта. И мы поняли, что нам нужно строить команду. Это вам такие раритетные фотографии мы показываем. Вот, смотрите, это наши одни из первых мероприятий, которые мы проводили с нашим спонсором. Спонсор у нас Светлана Васягина, она вот в красном, по центру, она приезжала к нам из Самары. Она приезжала на две недели к нам, и потом уезжала на неделю-две домой, и потом опять приезжала. То есть мы понимали, что нужно пользоваться временем спонсора. Мы проводили встречи с ней вместе, учились и так далее. И вот такое вот у нас мероприятие. Вот Иван в галстучке, вы видите, был пионером. Вот, то есть было очень здорово, это было замечательное время. Команду мы строили, мы потом стали проводить свои мероприятия. Это вот одно из мероприятий выяснительных, это у нас традиционный летний пикник. И вот дети, опять же, вместе с нами, это уже командные дети. Всегда мы стараемся поддерживать семейственность. У нас с семьями участвует наш коллектив семейный, так скажем, Арифлеймовский, мы все дружим с мужьями, приезжают и в офис, и на мероприятия. И вот будет бизнес-день у нас в Оренбурге, и тоже собираются семьи у нас, наши партнеры. Вот, это тоже мероприятие, боулинг ходим, это пикник тоже один из последних. И вот команда у нас, такой у нас коллектив сплоченный, лидеров. Да, и вот мы стараемся теперь делать тематические пикники и делаем праздники. Ну, что-то примерно семейных праздников, вот пример семейного праздника в прошлом году мы проводили, тоже с детками, с подарками, то есть, ну, вот так вот у нас весело, да. Ну, конечно же, в нашу жизнь ворвался интернет, и мы сейчас работаем и офлайн, и онлайн. То есть, ну, конечно же, мы стараемся приглашать консультантов из нашего города, из нашей области, потому что мы, конечно, любим очень общаться, и нам это близко очень. Мы любим офлайновские встречи, очень. Ну, Reflame для нас это, по большому счету, не просто, допустим, какое-то хобби какое-то. Reflame для нас стал именно средством, средством для не просто зарабатывания денег, средством для получения удовольствия. Почему? Потому что, вы знаете, по большому счету, когда денег хватает на не просто покушать и одеться, не просто, допустим, ты работаешь от зарплаты до зарплаты, допустим, и ждешь с недерпением, когда, наконец-то, день зарплаты вам наступит. Или, допустим, еще не сомневаешься, а вдруг еще эту зарплату не выплатят. Мало ли, в конце концов, вот такие ситуации бывают. Мы сотрудничали с очень большой, огромной компанией, которая, знаете, я считаю, транснациональная компания, Reflame, она во многих странах работает. И благодаря именно этому сотрудничеству мы добились определенного уровня. У нас семья, по большому счету, стоит уже директорская семья практически. Я как директор компании, Татьяна, золотой директор, Галина, наша дочка, вот, она старший директор в статусе квалификации, золотой директор. Муж ее, старший менеджер, дочка у нас 14 лет, пока еще растет, но уже менеджер. Знаете, в принципе, я считаю так, что, как нам сказали на последнем мероприятии в Самаре, вот, если мы находим клак, вот, с кем мы в первую очередь должны поделиться этими сокровищами, скажем, самыми близкими людьми. Поэтому мы решили, что если мы нашли в Арифлейн клад, то мы, по большому счету, как бы к этому кладу пристроили все. Все потихонечку, скажем так, свою толику получили от этого клада. Почему? Потому что компания, зарплата это раз в три недели, 17 зарплат, извините меня, в год. И это день в день перечисления, когда вообще даже, уже сомнений нет. Вообще даже и мысли такая мы не запускаем. И как-то вначале я лично сомневался, что вдруг в нашей стране что-то может произойти. Или вдруг, допустим, какая-то компания может позориться на нашем рынке. Оказывается, знаете, компания Арифлейн пришла в Россию всерьез и надолго. Я думаю, на все. И раз мы здесь, то и мы тоже будем. Да, конечно, очень приятно, что всегда нам, мы получаем наш доход вовремя и каждые три недели. И когда мы первые деньги пошли получать, мы взяли дочку старшую с собой. И потом, когда бабушка у нее спросила, Галя, а где вы были? Она говорит, бабушка, мы были в банке. А что вы там делали? Она сказала, а мы там деньги берем. И по большому счету, знаете, когда мы рассказываем эту историю другим людям, а тогда это было еще удивительно, как так вы простые люди приходите в банк за деньги. То есть это очень здорово. То есть компания Арифлейн надежный партнер, и мы в этом убеждаемся. Мы индивидуальные предприниматели с 2001 года, ребят. С 2001 года, но это первый. Юбилей. Да, уже, кстати, юбилей. Вот потом. Сейчас в нашей семье уже четыре предпринимателя. Это Ван, Галина и Денис. Вот буквально на днях. Тоже можете его поздравить в чате. Он сейчас на вебинаре тоже получил документы. Вчера, да, Денис? Ты вчера получил? Уже заключил договор с компанией. Да, уже вчера отправили документы. Так что давайте поздравим нашего нового предпринимателя. Кстати говоря, у всех встает вопрос, как затащить семью в Reflame. Ну, тащить ее не надо. Семья. Надо, наверное, пример показать, да? Я думаю, вот так. Потому что Иван мне полгода говорил, у тебя не получится, ну, первые месяца три. Потом он говорил, а вдруг компания развалится. И вот так где-то полгода. И потом мы стали понимать, что компания надежная, серьезная. Ну, просто информации было очень мало, и нам было немножечко в этом плане посложнее, чем сейчас. Сейчас интернет открыл, и ты уже убедился. Галина серьезно присоединилась к нам на третьем курсе. Института. Да, и вот такой вот у нас был офис. У нас было несколько офисов. Вот, и вот мы начали работать, серьезно. Кстати, где-то она даже нас подпиныла. Так, говорит, все, идемте работать, идемте каталоги раздавать. Мы-то без нее тоже работали. Она начала серьезно работать. Да, да, да. Но она как-то вот очень стала, ну, она серьезная ответственность. Стала катализатором. Да, к новым званиям и к новым идеям в нашей команде. Мы очень рады. Мы ее называем креативным директором нашей команды. Ну, вот они с Денисом. Денис у нас технический директор, Галина креативный. Вот, так что... IP директор. Да, да, да. Вот. И, конечно же, очень приятные минуты успеха, когда поздравляешь своих ключевых партнеров, да еще и эти партнеры, наша семья. Очень приятно. Это на школе. То есть раньше у нас были школы. Мы встречались каждую неделю и там проходили занятия и поздравления. Сейчас вот замечательно, да, сколько нас, 25 человек из разных городов. Кстати, напишите, пожалуйста, свои города. Тоже интересно очень в чате. И, конечно же, Арифлейм дает колоссальное признание ни на одной работе, такого признания, ну, просто... Я не знаю такую работу, где можно получить вот такое шикарное признание. А, честно говоря, новичков я понимаю, что новички сомневаются, да что же это за банкеты, да зачем же туда ехать. Ну, это на самом деле шикарное мероприятие. И рад, побывав там, ты хочешь быть там каждый год. Я вижу Одессу. Очень приятно. Мы были, отдыхали в Одессе два раза. Очень здорово. Мы в Затоках отдыхали, и в Одессе были. Здорово, отлично. И, конечно же, очень приятно, когда на банкете ты не просто как гость, был у нас такой момент один раз, а когда именно ты получаешь признание на сцене. Вот к этому надо стремиться, чтобы каждый раз на банкете выходить за новым чеком. Вот такая вот у нас цель, и мы ее уже последние годы воплощаем. То есть это шикарное мероприятие. Ну, там надо быть, это сложно объяснить. И когда ты уже приезжаешь на банкет со своей командой, это, опять же, новое, непередаваемое чувство. И вот как раз-таки в 2015 году у нас были, ну, директору Галины открылся, Елена. Ой, открылся, закрылся, поздравлялись. И как раз-таки мы получали приглашение на первую менеджерскую конференцию в Египет. У нас было 4 человека от команды из 50 филиалов, от филиалов 50, по-моему, было. У нас было 4 человека. То есть я считаю, что это хороший результат. И это очень было дополнительно и очень здорово, когда ты не один. Вот хочется целым столиком быть уже. А может быть, двумя-тремя своей командой на таких мероприятиях. Да, за столиком всего 10-12 человек. Да, да, да. Ну, первая цель – один столик, вторая цель – второй столик и так далее. Ребят, давайте вместе ездить. Да, два столика, три займем, и будем рядышком все сидеть. Командами дружественными. Вот. В этом году мы также получили очередной командный чек. Галину поздравляли со старшим директором. Ну, было классно, ребят. Было классно. Поставьте себе цель побывать на таком мероприятии. Это две наши дочки. Да. Это 14 лет менеджера, а то это черного плана, серебрячного плана. Да, Маргарита, Галина и Денис. Вот. Это наша семья директорская. Кстати говоря, когда Маргаритка была маленькая, она всегда говорила, у нас есть семья директор, бабушка директор, дедушка директор, мама директор, папа директор, Галя будет директором, я тоже буду директором. То есть, вот, устами младенца, конечно же, глаголит ищет. Младенец. Ну, младенец-то подрос уже, подрос младенец, уже очень хорошо помогает. Ну, давайте я, в принципе, расскажу про жизнь до рефлейма. Жена, скажем так, как она уже, как бы, такой активный товарищ, участник рефлейма, скажется о рефлейме. Так вот, до рефлейма, большим учетом, мы жили, как все, наверное, может быть, даже и попроще. Вот. Походили на работу. Ну, единственное, чем мы отличались, так как я из Молдавии, родом, то мы где-то раз-два, раз в год, как получалось, не всегда, каждый год получалось, ездили туда. То есть, в принципе, вот, единственное там, допустим, наше путешествие, это было вот в Молдову. Там небольшой городок в Бельце, а до Молдовы мы немножко послужили, так как я вам говорила, что я военный летчик, вот, в Виннице я, скажем так, летал на Ан-26. Вот. Поэтому в самой Виннице мы жили. И, ну, единственное, что еще какого-города мы посещали, так как нам приходилось ехать через, мы ездили через Москву на поезде, и поэтому там бывало, потому что мы задерживались на день-два. Но мы старались всегда, в Москву из них попадали, мы для детей старались, очень так, знаете, мы были такими хорошими родителями, до сих пор хорошие родители. Были. Поэтому, ну, а и дети почти вырастили, человек-то. Вот. Мы обязательно водили в музеи, во всех, которые были, всякие такие дельфинарии, там, зоопарки, то есть время, в котором мы там были в Москве, мы старались не терять зря, чтобы дети именно хоть немножко по эти самые, во всякие, лунариумы водили, короче, в этот, Дарвиновский музей, там, здесь изобразительный искусственный, ну, в принципе, на красный, вообще, которые, такие музеи старались, вот именно... Вооруженная палата, алмазный фонд, обязательно. Собор Василия Блаженного, Пушкинский музей, то есть вот, хоть мы и не могли надолго в Москву приехать, но даже если у нас был полдня, было полдня, то есть, например, в 6 утра поезд прибывал, из Молдавии, а следующий поезд у нас 4 дня, и мы успевали куда-то попасть, то есть мы сразу заберетовали, мы тогда уже планировали, именно каким образом мы проведем это время. Да, учились планировать, и у нас это получалось. Ну, посмотрите с Арифлейм, насколько богаче стала наша жизнь, мы уже посетили 6 стран и 13 европейских городов, это и самостоятельно, и с компанией, то есть все вместе, да, и мы уже... 4 страны, 6 стран мы уже посмотрели, с компанией Арифлейм, да, это и ту, в Испании, в... Ну, сейчас мы дальше расскажем, где мы были с Арифлейм, да, и самостоятельно, конечно, мы тоже каждый год уже ездим за границу на море, побывали на наших курортах, были вот под Одессой, были в Крыму, ну, как-то вот нам комфортнее, комфортнее уже, понравилось нам очень Средиземное море, и мы вот его посещаем уже, ну, каждый год, это уже обязательно, то есть, у нас теперь 3 путешествия за лето, то есть, кто-то говорит, у меня сосед есть один, он говорит, Татьяна, у вас какая-то работа ненормальная, я говорю, ну, да, и работа у нас ненормальная, и жизнь, и зарплата, конечно, какой нормальный человек за лето 3 раза куда-то ездит, ну, я таких на обыкновенных работах не знаю людей, да, их просто начальство не пускает, а мы ездим по 3 раза, вот теперь еще хотим зимой куда-то ездить, вот, смотрите, на самом деле компания Арифлейм, это компания, которая исполняет мечты, и именно развивает нас, то есть, показывает нам тот стиль жизни, которого мы достойны с вами, а в путешествия, вот посмотрите, я подборочку сделала известных людей о путешествиях, путешествия учат больше, чем что бы то ни было, иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома, здорово же, путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть, раз в год отправляйтесь туда, где ты еще ни разу не был, и путешествие обогащает душу, а вы любите путешествовать, напишите, нас вот именно путешествия, очень мотивирует для дальнейшего, для роста карьерного, деньги, конечно, само собой, но мы понимаем, для чего они нам нужны, мы еще мало где были, и хотим объехать весь мир, и показать его и детям, и внукам, которые у нас будут, я думаю, поэтому очень хочется, и самим тоже, конечно же, мы очень любим путешествия, Ребят, смотрите, между прочим, даже если очень хочется, допустим, на этом слайде, мы показали вам, что гораздо интереснее, и вообще классно путешествовать именно здесь, потому что, когда ты не просто сам как-то напитываешься, обогащаешься какой-то атмосферой, какими-то интересными такими событиями путешествия, но обогащающие свою семью, то это путешествие, от путешествия ты получаешь выгоду двойную, тройную, можно так сказать вернее, вот мы, в принципе, и старались путешествовать с семьей, вот мы были, вот эта фотография, по-моему, в Затоках, вот это, под Одессой мы были, одни из первых путешествий наши на море, вот, а это уже в Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, вот, между прочим, эта фотография, кстати говоря, и путешествия многому учат, вот жизненный опыт неоценимый, получаешь путешествия. Это Турция, Тунис, ну, в общем, очень здорово, классные фотки потом получаешь, вот, то есть очень, 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 очень любим путешествовать, чего и вам желаем. Ну, а с компанией Арифлейм, мы уже посетили 4 золотые конференции, плюс еще на конгрессе в Турции я была в 2010 году, и как раз таки, вот, очень, очень тогда захотелось, все, надо уже делать квалификации, надо ездить, то есть все начинается с принятия решения, ребят, вот все вот здесь у нас, когда ты сам себе здесь разрешил, что да, я этого достойна, да, я это буду делать, может быть, вы это не сразу сделаете, то есть, когда я приняла решение в 2010 году, ну, такое робкое, что вот все-таки уже надо золотым директором становиться, да, ну, вот в 2013 году поехала, хотела в Швецию в 2012 году, ну, вот чуть-чуть уже опоздала, и сделала в Париж, если сейчас вы принято решение, и не успеваете на золотую конференцию 2017 года, ну, 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 на 2018 год, это реально, примите сегодня сейчас это решение, вот мы эти слайды подготовили для того, чтобы вы захотели, захотели там побывать, постарались передать чуть-чуть вот атмосферу этих конференций, каждая конференция незабываемая, каждая конференция потрясающая, и теперь-то мы уж это точно знаем, что каждая конференция не похожа друг на друга, и когда мы думаем, да что же еще можно придумать, вот после лайнера мы просто были в шоке, потому что мы посетили сразу... Самая крутая конференция. Три европейские страны, шесть городов, это было что-то просто, и Галина уже с нами была, да, вот на таком лайнере, вот как раз-таки в следующем году лайнеров будет целых два, и это, конечно, ну, это просто не описать словами, это отдых, который доступен миллионерам, вот сам с семьей точно, но пока дороговато ехать на такие вот путешествия, поэтому лучше выполнить квалификацию, поехать с компанией, точно мы вам говорим, и на таких конференциях сбываются мечты, мечта сказать спасибо основателю компании, это тоже дорогого стоит, Роберт приезжает на каждую конференцию, на каждый банкет, чтобы сказать нам с вами спасибо за нашу работу, Галина спросила у него, вот как раз-таки вот на этой встрече по-английски, на лайнере, английскую школу у нас закончила, гимназию, золотой медалью, кстати, похвалюсь, она у него, сказала спасибо вам за такую конференцию замечательную, на что Роберт ответил, спасибо вам за то, что вы здесь, ребят, ну какой начальник вам скажет, миллиардер, человек, ну просто мира, да, лучший швед года, да, ну просто, ну просто мультимиллиардер, говорит нам с вами спасибо за нашу работу, это вот в голове вот просто не укладывается, согласны со мной? поэтому стоит делать квалификации, ребят, стоит, надо делать, просто делать, вот эта конференция в Валенсии тоже была невероятная, красивая, яркая, потрясающий город, вы знаете, из моего окружения ни один человек не был просто так в Валенсии, ну ездят там куда-то в Турцию, там еще в Испании кто-то был, ну в Барселоне, например, а вот Валенсия, это такой небольшой курортный городок, но он очень интересный, практически, у меня нет ни одного знакомого, который был в Валенсии, это круто, исполняются мечты, конечно, даже те, о которых мы с вами и не мечтаем, лучше мечтать, конечно, но вот даже то, о чем мы не мечтаем, это конференция этого года, где мы познакомились с вашим лидером, с Маргаритой, с Вероникой, тоже конференции очень здорово, дают возможность обмениваться опытом, это тоже очень классно, потому что мы с вами в одной компании, в одной большой-большой команде, и как бы, когда мы делимся идеями, да, то есть вы поделились идеей, мы поделились, и у нас уже у каждого по две идеи, как минимум, да, скорее всего, уже по 20 идей после общения. Есть такое расхожее мнение, что об Арифлейм один плюс один никогда не равняется два, а как минимум один. Поэтому, знаете, сложение, допустим, опыта работы одной команды и другой, они дают вообще взрывной характер движению вашего бизнеса. И вот на этой конференции, ну, мы вообще в двух городах, да, были и на Кипре, и в Сочи, это тоже было очень интересно. И вот посмотрите, тут на фотографии есть, что мы сделали селфи с основателем компании и с Йонасом, ну, ой, с Йоханом, с Йоханом, с Йоханом. Тоже интересно, да, с мультимиарлиардером сделать вице-президентом селфи мы сделали, тоже классно. Вот. Спасибо компании, палочки нам эти, моноподики нам предоставили, да, собиралась все купить, никак не могла. Вот в каталоге появилась, конечно, не могла, просто не думала, что она так нужна. Не доходила, или руки, так скажем, до этой покупки, оказывается, очень вещичка такая интересная. Вот опять же развитие, да, какой-то новый виток. Вот теперь все с моноподами ходим. Ну, это очень интересно. То есть классная конференция. Напишите, захотели побывать на золотой конференции, на банкете, будем делать? Напишите, пожалуйста, в чате. И сейчас мы с вами, конечно же, перейдем еще к работе, да? Ну, теперь поработаем немножко. Ага, захотели. Ну, достигли мы своей цели, зажгли вас очень хорошо. Так что, все, прям пишите план после вебинара, вашу квалификацию, что надо сделать. И просто начинаем делать каждый день простые маленькие действия. И маленькие простые действия приведут к колоссальному результату. Это точно. спасибо большое за обратную связь. Ну, и сегодня мы с вами поговорим о такой части нашей работы, да, нашего бизнеса, о товарооборотах. И давайте, вот, пожалуйста, тоже напишите нам в чате, вот за что же Варифлейм платят деньги, потому что, ну, лидеры большие, пока подождите, а вот новички, да, у нас тут трехпроцентники, шипи процентники есть. Вот из этого списка напишите, пожалуйста, за что... Это тест. Да, за что Варифлейм платят деньги. Давайте будем разбираться. За товарооборот, Людмила, спасибо. Еще. Есть еще версии? Товарооборот есть личный, есть групповой товарооборот. ЛТО, Лида, спасибо, товарооборот. Юлия и Людмила, вы про целый, да, товарооборот имеете в виду? Ага, за рекрутинг. За рекрутинг. ЛТО, личный товарооборот, перекрутинг, групповой товарооборот. Спасибо огромное. Конечно, каждый из вас прав, в целом, в целом, да, но в целом нам компания платит, конечно же, за товарооборот, личный плюс групповой, потому что групповой товарооборот, ребят, он в любом случае состоит из личных товарооборотов каждого участника структуры, согласны? Ну и даже за свой личный товарооборот тоже можно денежки получать. Для кого-то эти первые немедленные деньги быстрые, очень важны, потому что, ну я, например, себе покупала косметику на эти деньги, потому что моя первая мечта была иметь много-много косметики, то есть брать каталог, вот первая моя мечта была брать каталог, не смотреть на цены, выписывать все, что я хотела, и вот эта мечта спустя некоторое время сбылась. А вот румяна в шариках, я помню, я, например, купила только на третий каталог сотрудничества, мечтала о румянах, потом еще что-то, да, и таким образом мы не должны сбрасывать со счетов, что вот эти первые денежки для кого-то будут деньгами, которыми они накормят своих детей, будут покупать им фрукты, как есть у нас девочки в структуре, будут покупать детям, ну, еду, буквально и такое есть, ну, или нормальную еду, более качественную еду, поэтому товарооборот личный очень важен, да, и мы понимаем с вами, ну, просто пробежимся, да, что один человек не продаст столько, сколько продадут десять, десять не продадут столько, сколько сто человек, а сто не продадут столько, сколько купят для себя тысячу человек, чем, собственно, мы и занимаемся, да, организацией группового товарооборота, его можно организовывать по-разному, и вот на этой табличке мы с вами, да, давайте рассмотрим, да, каких членов команды мы хотим видеть в своей структуре, да, можно у нас заказывать на любое количество баллов, конечно же мы об этом людям говорим, ну, давайте посмотрим, в любом случае у нас цель, да, побывать на золотой конференции теперь уже, да, нам две веточки надо по семь пятьсот, и вот смотрите, если это у нас будут люди по двадцать пять баллов, да, то нам нужно в одну ветку триста человек, в другую ветку триста человек, да, давайте. оффлайн в принципе это несложно, но попробуйте их удержать. Может вы умеете, я не знаю, мы рассказываем так, как мы понимаем, да, мы все-таки чуть-чуть больше оффлайн, чем онлайн, но я думаю, что триста человек, ну, и это тоже, ну, масса, да, услушек прозванивать, это труд уже большой достаточно, но, честно говоря, основа-то бизнеса не меняется, на одном первом, ну, одних из первых семинаров, на как-то тяжело, да, Светлана, ну, конечно, один из первых семинаров, ну, там, первая серия семинаров, на которой мы ездили, ездили в Самару, на семинар, как стать бриллиантовым директором, и выступала бриллиантовый директор, Ольга, Кивенштейн, и она говорила о том, что, я вот запомнила просто, вот какие-то ключевые фразы западают, да, в наш мозг, что люди, которые делают 150 баллов, они надольше остаются в наших распечатках, ну, конечно, потому что сейчас только преимуществ компания дает, и поэтому, конечно же, таких людей, которые делают 150 баллов, всего нам нужно 50 человек, да, и меня эта цифра более воодушевляет, да, чем 300, хотя, конечно же, у нас структуры смешные, у нас разные люди, потребители, и разные, да, 150 баллов делать очень выгодно, но первое, что я предлагаю вам понять и сделать для себя, понять, зачем вы все это будете делать, зачем вы будете делать свои действия, ради чего, ну, вот мы сегодня поговорили, может быть, там, ради золотой конференции, а может быть, ну, это наше видение, да, вы для себя что-то найдете, да, может быть, вам что-то другое, может быть, вы хотите ребенка на море свозить, может быть, вы сами хотите, там, еще что-то, может, купить что-то хотите, квартиру, я не знаю, может быть, новую мебель или еще что-то, да, то есть, вот у каждого мотивация своя, и вот самое главное понять, ради чего я буду делать действия, в том числе и действия для товарооборота, да, о которых мы сейчас поговорим. Ну, и, конечно же, ЛТО делать в принципе можно разными способами, а вот вы можете написать в чате, кто уже делает 150 баллов, и вот каким методом, ну, сейчас или попозже после, ну, ближе к концу, да, из представленных, о которых я буду говорить, вот как вы делаете, тоже интересно. Конечно, методик много, но я понимаю, что моя задача как лидера, человеку предложить разные способы, как он будет делать. Клиент у вас есть, Елена, спасибо огромное. И вот смотрите, как мы учим свою команду делать, так, подружка на работу, здорово, личное потребление, да, и вот смотрите, как раз-таки первый метод, это личное потребление, вот посмотрите, специально фотографии подобрала из нашей команды, первые фотографии, где без человека, это, например, мой заказ, там, по какому-то, вот недавно, каталог был, то есть, конечно же, мы берем wellness, вот вы видите, wellness только на 200 баллов, и немного косметики, да, но у меня не один заказ в каталог, это вот первый заказ, я сфотографировала, это уже больше, где-то там 200, около 250 баллов. Ален, спасибо, да, ну, то есть, вы тоже владеете различными методами, это здорово, то есть, вот у нас, пожалуйста, да, вот фотографии наших консультантов, ну, несколько, всех, конечно, у нас на слайде бы не поместились, вот, и, то есть, люди есть, которые недавно присоединились, и которые с нами давно, вот на нижней фотографии, вот эта женщина, Валентина Кузьминична, с нами уже 16, ой, ну, не 16, где-то 13 лет, вот мы с ней считали, как раз-таки на этой встрече, вот она берет себе и своим подружкам. Верхняя фотография Галина Александровна, врач-кардиолог, она очень понимает пользу продуктов Wellness, она берет и для себя, и для коллег, то есть, у нее клиенты тоже уже есть, вот этот, да, вот этот именно заказ у нее семейный, да, то есть, она сына берет себе коктейль, внучки витаминки, то есть, вот как раз-таки личный заказ. А Светлана, вот тоже для себя, и, по-моему, для подруги даже, ну, и себе берет повсегда, постоянно, то есть, это первый способ, он очень комфортный, ну, главное, были бы деньги, да, вот просто я вспоминаю себя, мой первый заказ был на 17 баллов, ну, как-то вот, не могла я на 155 баллов себе сразу купить, и такие люди к нам в команду приходят, поэтому мы им все-таки разные варианты должны предложить, то есть, смотрите, второй способ, это договориться с семьей, поменять обычный магазин на ваш онлайн-магазин, и поделиться своей скидкой со своей семьей, и такие вот у нас тоже есть, это Даша Суденитина, вот студентка, Таиса Шельмарданова, тоже вот берет для себя, для сына, и велос, и косметики, вот, например, да, хороший заказ, набор новейши, ролик, так, ребят, я предлагаю вам ролики парочку показать, как у нас люди, как раз-таки вот по этим методам, и потом продолжим, и мы вам еще расскажем, еще несколько методов, которыми мы владеем, договорились? Давайте немножечко включимся на видео. Ван Витальевич очень не напоминает. Вот, да, мы стараемся играть, сейчас секундочку. Пять минуты. делаем. Так. Сейчас, секунду. Так, вот как раз-таки Даша... Даша, привет! Поздравляю тебя с первым заказом. Он у тебя такой отличный, получился на 150 баллов. Расскажи, пожалуйста, как у тебя это получилось? Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Я заказала себе, маме, дала на работу каталог, также к маме, и крестная. А что ты себе заказала? Еще девочка из интернета. Тебе... Опять. Ой, хочется вам ролик показать. Сейчас прям еще давайте. Ну, или в конце было. Сейчас давайте. Даш... Даш... Даш, привет! Поздравляю тебя с первым заказом. Он у тебя такой отличный, получился на 150 баллов. Расскажи, пожалуйста, как у тебя это получилось? Здравствуйте. Спасибо. Я заказала себе, маме, дала на работу каталог, также к маме, и крестная. А что ты себе заказала? Еще девочка из интернета. Себе я сказала коктейль wellness, natural balance, шейкер с ложечкой. Сестренке мы заказали витаминки. Мама себе заказала тоналку. На работе у нее заказали тоже тональную основу, туши. Потом крестная заказала себе духи. Нужно тоже духи. Калетная вода. Так. И... Нужно. А из интернета, девушка, как ты такой заказ получила? С интернета. Честно случайно, мне писала девушка-визажиста, заказала два крема и поставку для лака. То есть ночной дневной. Даш, сложно было? Нет. Сколько времени потратила, чтобы такой заказик собрать? Меня три. Меня три. Супер. Мы тебя поздравляем и желаем тебе больших-больших огромных успехов и карьерного роста. Спасибо. Даш, привет. Поздравляю тебя с первым заказом. Он у тебя такой отличный получился на 150 баллов. Расскажи, пожалуйста, как у тебя это получилось? Здравствуйте. Спасибо. Я... И это хорошо, что вы будете... Отличная новость. У меня вчера заказали шесть супов. Как? Лена Васильевна. Пришла знакомая, а я укрась обедала и кушала спаржевый суп. На работе. На работе. Она меня спросила, а что это такое? Так. Ага, все, просто медленно грузится, закончилось, да? Посмотрели? Да, все заказы делать легко, было бы желание. Так, сейчас, секунду. Сейчас. И переходим. Техника иногда, бывает, подводит. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вернемся там, где мы остановились. Вот Елена как раз-таки присутствует здесь, на вебинаре. Давайте ей поаплодируем за такой замечательный ролик. Так, и мы продолжаем, да? Понравились ролики? Я очень рада, что они вам понравились. Вдохновляйтесь. То есть, это один из методов, кстати, тоже дегустация, да? Дать попробовать. Это тоже один из методов, да? Так, ну, смотрите, договориться с семьей, и мы говорим так, что можно присоединить на свою дисконтную карту людей, да, окружающих. Это очень легко сделать. Вот это мой пример, да? Кого я присоединила? Маму с папой, подругу, двух соседок и сестру, да? Ну, там еще с работающей женщиной, да, были. Вот, то есть, это очень легко сделать, и каждая семья на тысячу рублей моется, да? И договориться с ними, что они будут через вас, ваш магазин, всю продукцию покупать, вы поделитесь своей скидочкой. Мы, кстати, говорим так, что, значит, при заказе, присоединяйся на мою дисконтную карту, при заказе на 500 рублей скидка будет 10%, при заказе на 1000 рублей скидка будет 15%, потому что мы понимаем, что мы предприниматели, и если у нас будет присоединение, там, 10 человек по одной губной помаде, по 2 балла, то о каком товарообороте будет идти речь? То есть, мы будем терять очень много времени. То есть, вот здесь вот это наша такая позиция, потому что мы знаем, что наши люди любят хайляву. Помните, как я вам говорила, что еще всем заказы возила? Вот так вот начнут, как бы, ну, некорректно, да, вести себя, поэтому сразу оговариваем условия. Можно сделать в каталог такую листовочку, да, про присоединение. Ну, есть мужские способы. Вот Иван сейчас, я думаю, расскажет, как он собрал свой первый заказ. Ну, это, в принципе, не мужской способ. Это так Татьяна, я бы так сказал, красиво назвала его. На самом деле, в большом учете, этот способ может работать любой, как мужчина, так и женщина. Но, вообще, в принципе, как бы, мужчины и женщины бывают в разных местах. Поэтому, допустим, сделать то, что я сделал, может каждый. В частности, допустим, я в свое время покупал колеса. Вот, ну, пришло время сменить их на автомобиле. Вот, и так получилось, что я пошел не в магазин, грубо говоря, а, естественно, мы как предприниматели должны считать свои деньги, то есть сэкономить. Я пошел на магазин-склад, то есть немножко подальше. Но при этом я сэкономил довольно-таки приличную сумму. Плюс еще там знакомый у меня работал. Ну, вот, он, благодаря ему еще, он договорился с девчонками, Татьяна, еще сделали где-то рублей по 150 с каждого колеса еще скидку. То есть, в общем, в общем, в принципе, не то, что мы бензина купили сюда ездят. Вообще, очень приятно. Ну, и мне так, я подумал, что раз мне девчонки сделали скидку, и сделают скидку им. И предложил посмотреть каталог, я сказал, вы мне сделали скидку, я сделаю скидку вам. Вы выбираете то, что вы катите. Вот. Ну, и они посмотрели и воспользовались моим предложением. И уже, наверное, на протяжении год, наверное, полтора уже, да, вот, эти девчонки являются очень хорошими нашими клиентами. Они практически из каждого каталога, ну, тысячи на три, наверное, заказывают. Вот. Поэтому, понимаете, как, в принципе, что является кратчайшим путем к созданию личного товарооборота в сообществе. Это везде, где мы находимся, предлагать нашу скидку. То есть, в принципе, скидку можно разную предложить. Можно 5%, можно, допустим, 10%. В зависимости от того, что, как вы зарабатываете деньги. Вы можете, если, допустим, человек сделает большой заказ, сделать ему побольше скидку, или какой-то подарок сделать, приятный для него. В принципе, это, я думаю, как говорится, кратчайший путь к сердцу нашего клиента реже через подарочек. Маленький, внимательный, внимательный, или, допустим, упаковку красивую сделать, или каким-то образом договориться с ним так, чтобы он при присоединении его окружения, то есть, если он еще кого-нибудь пригласит, воспользуется нашим предложением, то ему, допустим, больше скидку сделать. Это уже, знаете, как, в процессе работы, в процессе общения это все делается. Потому что, знаете, зацикливаться только на том, что вы заработаете разницу, между каталожной ценой и нашей ценой консультанта, знаете, это не тот путь предпринимательства, который приведет вас к золотому директору. Наша задача делать большие товарообороты, а не маленькие, которые там, допустим, заработал я с 1000 рублей, грубо говоря, 200, там, 200 рублей получать. И я все, я доволен, побежал, быстренько купил для себя что-нибудь, там, накушался, наелся и забыл. И до следующего раза. Это не тот путь, который мы указываем. Самое важное, просто объединить максимальное количество людей в наших структурах, на наших номерах, чтобы они просто создавали свои магазины и покупали продукты. Конечно, поначалу мы работали с клиентами, и у меня, кстати, до сих пор остались клиенты, которые как клиенты, да? Но теперь я понимаю, что время меняется. Сейчас от этого мы скоро уйдем. Как нам Юрий Михайлюк рассказывал о экономике совместной... Нет, экономика... Совместной. Галина, напомни, как сейчас этот тренд в мире называется. Экономика совместного пользования. То есть от этого, вот от этих заказов там, от немедленной прибыли мир уходит благодаря технологиям интернет. Поэтому мы должны быть в тренде, и как бы сейчас мы пропагандируем именно вот этот метод. Да, я скидки поделилась. Ну, почему 10-15? Чтобы окупить свои какие-то расходы, окупить свои вот там чего-то, вы поехали, доехали. Но, честно говоря, вот этот реальный заказ, да, вот этих нескольких предприятий, да, три тут вы видите. Там лесочков больше, там просто людям я расписала там, что Ларисе, что там Ирине и так далее. Но они там объединенные по несколько человек. Это очень удобно. принять такой заказ, у вас потратится одна минута, либо они смс-ка мне его присылают, либо по телефону звонят, да уже сейчас уже привыкают писать. Вот, то есть я практически не потратила времени, и полчаса мне съездить отдать, а получаю его вместе с своим заказом, да. Поэтому это очень удобно, очень классно. И вот этот заказ как раз-таки на фотографии на 5 тысяч. Реальный заказ людей. Это не наш заказ. Вот, то есть это вот у нас дома бывает. То есть идея понятна, кто-то совместными покупками вы уже владеете, но вот можно еще предприятия какие-то присоединить. А есть еще методы такие, ну, как сказать, ну, называются они для ленивых. Конечно, это не совсем-таки уж для ленивых, а для тех, кто, ну, как-то стесняется к человеку напрямую обратиться с каталогом. Такие у нас есть люди, новички есть. Мы сами пользуемся, и мы этим методом пользуемся как попутный. То есть, возможно, есть люди, которые хотели бы найти Арифлейн, но не знают, где его найти, ну, может, еще интернетом там не пользуются и так далее. То есть мы делаем так. Делаем специальный на каталог купоны. Да, вот у нас новый, видите, требуется онлайн-менеджер в онлайн-магазин, менеджер в онлайн-магазин, но в то же время мы предлагаем дисконтную карту и предлагаем обменять этот купон на подарок, и вы можете свои каталоги, которые у вас остались, даже старые, расставлять дома. В подъезде мы рекомендуем не в каждый ящик, а поставить вот таким вот образом, вот так, видно вам, вот так, на почтовые ящики по 3-4 каталога в каждый подъезд. Пошли с ребеночком гулять, поставили. И люди возьмут те, которым он нужен, каталог, да, чтобы не раздражать почтовые ящики людей, да, то есть возьмут те, которым нужно. Как вам такой метод, не пробовали, напишите в чате. Есть еще вот один метод, ну, тоже для ленивых, но не очень, да, можно написать послание вашим соседям, вот примерно такого плана. Дорогие соседи, меня зовут Татьяна, я живу в этом доме, я являюсь консультантом по красоте компании Арифлейм, вы можете заказать у меня косметику, продукты, wellness, я вам очень быстро доставлю заказ, каждому заказу я дарю подарок, позвоните мне, я принесу вам новый каталог, или пришлю электронный, вы можете продиктовать мне заказ по телефону, или прислать на Viber, WhatsApp или в интернете, там написать, где ваши контакты, в сетях, с уважением, ваша соседка Татьяна. Ну, во-первых, это не просто какой-то там обезличенный листок, а это, ну, реально, такое целое письмо, да, и прикрепить его нужно к страничкам из каталога, свернуть их вот так, ну, понимаете меня, двойной листок и свернуть, чтобы такая вот, как брошюрка получилась. Вот, Елена, вы пробовали, у вас есть результат, напишите по поводу раскладки каталогов. Вы знаете, раньше я относилась к этому методу, ну, прохладно, скептически, я думала, что он не работает, но когда мы стали регулярно свои старые каталоги расставлять, то есть у нас есть звонки. Два клиента, отлично, и вы не потратили много времени. То есть ваши окружающие дома вот таким вот образом мы предлагаем вот этим методом... Окушить. Да, искать клиентов в вашем методе. Вот на этом методе для ленивых на послание соседей одна девушка купила себе машину. Представляете, она только занимается продажами. Это тоже надо понимать. Может быть, и в ваших структурах будут люди, которые будут заниматься чисто продажами, есть люди, которые любят продавать. Вот, Светлана, да, вот это послание соседям в почтовый ящик. Ой, не в почтовый ящик, прошу прощения. В почтовый ящик людей раздражает. Это нужно в ручку двери, да, в каждую квартиру. Ну, это я так называю wellness метод, да. Надо вот так прогуляться активно, вот, потому что вот этот листок тогда человек занесет в квартиру. Может быть, это будет ребенок, может быть... Чель квартир. Ну, да, ставить. Потому что в почтовых ящиках обычно вот так вот это все выбрасывается, а если в каждую квартирку, то это будет больше вероятности. Да, то есть не сказать, что для слишком ленивых, наверное, для тех, кто, ну, как бы боится лично отдать каталог. Ну, почему бы и нет? Этот метод работает тоже, потому что здесь вот именно специально созданное письмо, да, с вашими контактами, подробно ваши услуги описаны, может, еще что-то. Потому что людям надо писать подробно, они не понимают просто там телефон, ну, и что, им лень звонить. А так вот, может, они вас в одноклассниках найдут, может быть, найдут еще где-то. Сейчас вот с этим проще, да. Поэтому, да, вот такой интересный метод. Попробуйте, напишите, нам получится. Вот. Ну, честно говоря, лично, что касается нас, мы хотим вам еще один метод подробненько рассказать. Десять минут дадите нам, да, по поводу ваших домов, окружающих. Мы называем это метод, как бы, проверка на стрессоустойчивость. Сейчас, Светлана, я расскажу про... Да, расскажу, где взять каталоги. Вот. Это метод для таких вот, не для слабонервных, как мы шутим, но тем не менее, он очень классный. Тоже, если вам нужны быстрые деньги или вам нужно найти клиентов около вас. Кстати, клиентов иметь около дома, это очень выгодно. Вот смотрите, да, немного математики. Немного математики, Светлана Тальченко. Смотрите, вот наш дом, вот это я взяла свой дом, да. Нам нужен товарооборот 7500, ну, где-то около 300 тысяч рублей, да. И тогда у нас уже такой очень хороший доход будет 40 тысяч рублей. Вот мой дом, это 4 подъезда, 20 квартир, то есть 80 семей. 80 семей примерно по статистике 3000 рублей относят куда-то. Магазины, там, я не знаю, в интернет, может, магазины. То есть 240 тысяч рублей, как раз это практически директорский объем, который вымывает на себя мой дом. Вот. А в моем районе 17 таких домов. 17 – это 4 миллиона товарооборот. Это 13 директоров. Представляете, 13 директорских структур. И даже если вы, возможно, какой-то скептик, или не вы, а кто-то, да, то есть если даже с этого вот количества мы найдем всего лишь 10% людей, 10 всего, то мы будем директором запаса. Представляете, вот и посчитайте, сколько домов в округе нужно помыть, накрасить и оздоровить, чтобы стать золотым директором и поехать на золотую конференцию. То есть вот тоже понимать идею, когда я по этому методу, да, стою перед домом и понимаю, что в этом доме я точно кого-то для себя найду, и я понимаю, зачем мне это надо. Понимаете? Надо сначала понимать, зачем мне это надо. И тогда я иду в этот дом. Мы этим методом, вот, кстати, золотую конференцию в Париже сделали, Галина, подвернушка подготовка, чтобы у вас были инструменты, чтобы у вас были каталоги. Светлана спросила, где их взять, сейчас скажу, блокнот, ручка. Можно туши с тобой взять, потому что туши частенько спрашивают. Вот. А где взять каталоги? Вот это конкретно, вот который вам нужно 20 каталогов. Поэтому их просто можно показать. Один из методов, девчонки, скажите, где вы обслуживаетесь? Вот именно мне так, интересно. Потому что мы-то, в принципе, знаем, где мы. У нас свой СПО. Как правило, всегда остаются каталоги, которые не востребованы. Но уже в СПО, пусть будет даже в прошлых периодах. Сниманочка. Можно использовать. Ради бога. А потом уже с нормальным каталогом идти к человеку, который заинтересовался. Живет недалеко от сервисного центра. Можно. По большому счету договариваться с сервисным центром. Узнавать. Умно такие. Знаете, в сервисном центре. Если наладить с ними отношения, то, конечно, как правило, на сервисный центр выделяется какое-то количество. Многие, грубо говоря, приходят каталоги следующего периода. А в этом каталоге, которые уже остаются, как правило, понимаете, они могут даже вам бесплатно их отдать, если вы договоритесь. Ну, или прошлые каталоги, даже и в сервисных центрах могут оставаться. И вы теперь свои старые каталоги. Да, спросите. Светлана, понимаете, мы живем в таком мире, когда нужно договариваться. Попробуйте. Попробуйте. А нужно сначала, да, выяснить. Вот и в СОО бывает остаются. В СОО, которые не работают этим методом, могут остаться каталоги какие-то. Ну, и один из способов, кстати говоря, не отказываться, а вот если у вас новички, которые в вашем окружении есть, льготная цена у нас, допустим, 26 рублей, мы, в принципе, никогда не отказываемся. Поэтому у наших лидеров меньше 20 каталогов на руках для работы никогда не бывает. Понимаете? Просто купить, просто вложить даже. Да, да. Самый первый способ, мы всегда говорили, когда-то мы делали директор, что если человек хочет развиваться, он должен вкладываться в инструменты, а первый инструмент – это каталог. В этом каталоге нужно покупать. Так самому, допустим, 9 часов, так и каким-то образом набирать еще 20 часов. Да. Ну, то есть есть разные способы. Да и сами не выбрасывайте перед своей старой каталогией и используйте их. Так. Значит, нам нужно приготовиться для этого метода. Визитки сделайте, как я уже показывала, да, на каталог, чтобы каталог у вас был не обезличенный, не обезличенный, да, чтобы у вас там был телефон и какое-то сообщение для человека. Обязательно настроиться, что у меня все получается. Это важно, да. Наверное, вы пользуетесь настроями, а даже перед тем, как, наверное, рекрутировать в интернете, это тоже важно настроиться перед любым своим действием. А, конечно же, здесь важен имидж, чтобы вы были красивые, да, чтобы у вас был такой внешний презентабельный вид, да, и порепетировать можно перед зеркалом и со спонсором. Ну, так как у вас-то спонсоры далеко, то есть можно просто взять для поддержки подругу. Ну, вот просто вот так вот, знаете, мы ходили сначала парами все, потом уже стали ходить по этажам, например, да, уже потом, когда у вас есть единомышленник, да, то есть мы, вот девчонки все наши скажут, то есть, например, мы приезжали на лифте на верхний этаж, то есть я по четным иду, Галя там по нечетным идет, то есть мы так быстро дом, нам так легче было, да, вот этим методом работать. Мы сначала просто поставили все цели освоить этот метод, он был для нас сначала новый, а потом мы поняли, что это здорово, то есть мы там дома поделили в своем районе, у нас там у каждого свой дом, вот, и до сих пор мы этим методом работаем. Вы смотрите, есть, конечно же, определенный алгоритм, то есть обязательно, ну, чтобы был порядок, не хаос, что всегда одинаково, потому что когда ты идешь уже во второй, во третий дом, чтобы путаники не случилось, то есть идем с первого подъезда, с верхнего этажа, отмечаем все квартиры, все записываем, если не открыли, ставим точку, если не хотят, ставим минус, если взяли каталог плюс, и обязательно нужно взять имя и телефон человека. То есть текст вот примерно такой, здравствуйте, мы ваши соседи, ну, вы идете сначала в свой дом, квартиры там 125, или мы вот говорим, что у нас офис рядом открылся, знаете, ну, это вот наш месяц, да, меня зовут Татьяна, это, это Ольга. Да, мы пришли познакомиться и предлагаем вам посмотреть каталог Арифлейн в рамках акции «Каталог в каждый дом». Вот мой телефон здесь, скажите, пожалуйста, свой, для чего мы берем телефон? Для того, чтобы был контакт, да, и мы говорим о том, что ваш телефон будет участвовать в розыгрыше подарков. У нас там в офисе подарок можно вручить в другом месте, в кафе где-то мы тоже вручаем. Вот, и договариваемся, когда мы заберем каталог, будете ли вы дома, тогда-то, тогда-то. Но самое главное взять телефон, потому что вы придете завтра, а его дома не будете, вы потом этот каталог свой будете забирать, а может и не заберете. А вам нужно, если вы их купили, вам нужно их прокрутить. Вы знаете, мы еще как делаем, то есть если мы покупаем каталоги, да, то мы, если человек не дает телефон, мы ему даем старый каталог. Ну, пусть он у него остается, на всякий пожарный, да, для связи, вдруг сам позвонит. Люди, конечно, сами звонят, но не часто, прямо скажем, поэтому важно активными быть, то есть этот метод для активности. Конечно же, обязательно использовать волшебные фразы, ну какие, что имя обязательно человека, здравствуйте, Наталья, я вам вчера оставляла посмотреть каталог, успели ознакомиться, что вам больше всего понравилось, возможно, вы что-то конкретное искали. Хорошо, каталогом мы закончили, переходим к пробникам. У меня как раз с собой есть тестовые образцы, какие вам ароматы больше всего нравятся, свежие или сладкие, у нас даже такое поговорочка есть, свежие, фруктовые, сладкие, восточные, терпкие, сексуальные, то есть самое главное быть, ну не навязчивым, но настойчивым, да, предложить все, что у вас есть, что у вас пробники есть, то есть вот этот ход мы где-то переняли у кого-то в интернете, по-моему, даже, вот, что именно хорошо, с каталогом мы закончили, переходим к пробникам. Ну, реально, пробники людям очень нравятся, очень нравятся пробники, тестеры, но мы должны прорекламировать, что они у нас есть. Поэтому каталоги важно собирать, ну, конечно, бывает, что каталог если заканчивается, например, в субботу, а в пятницу мы раздали, как Галя писала, что мы и по стол каталогов раздавали, да, когда было такое, и иногда просто звоним, что вам понравилось. Вот, ну, конечно же, в идеале встретиться с человеком еще раз, то есть уже мы привыкаем друг к другу, и дальше у нас уже налаживается контакт. У каждого лидера своя статистика. Мы поняли, что зависит от настроя и цели, но бывает так, что и от домов зависит. Вот бывают какие-то дома не такие, бывают, девчонки, просто уже меняешь дом и идет как по маслу, так тоже бывает. Вот, один подъезд 16-этажного дома в среднем, вот, 7-10 каталогов точно раздадите с телефонами. Может быть, девчонки, Надежда, напиши, какой у вас последняя статистика. У нас там новые дома в районе появились, и мы, конечно же, всегда используем этот метод. За 40 минут, за 1 час вы раздадите 10 каталогов точно, а то и больше. Вот эти контакты отличаются чем? Это уже прошел просев людей, человек более лояльный, человек лояльный к вам. Он вас уже увидел, то есть он почему-то взял у вас этот каталог, значит, ему нужен он, или он лоялен к продукции Арифлэм, или он лоялен к вам. То есть здесь вот уже прошел колоссальный отсек. Этот человек уже практически ваш клиент, а возможно и консультант. То есть в этом методе важно, в принципе, не цель собрать заказы, вот у нас лично в команде, а цель найти новые контакты, теплые, да, лояльные, познакомиться с соседями, важно, если ты живешь, да, в этом доме, обвиняться телефонами, если нет заказа, договариваться поменять старый каталог на новый, а подружиться, это ноу-хау у нас последних лет, обязательно в сетях с ними, в одноклассниках, в контакте, ну и так далее, да, и можно каким образом взять контакт в сетях, что у нас часто бывает интернет-распродажи, я вам могу сбрасывать информацию, как мне вас найти, как вас искать, и по опыту надо сразу его найти, сразу, не потом когда-то, потом сложно иногда искать, вы знаете, да, об этом. И что же дальше? Ну, что мы делаем с этими контактами, то есть люди при заказе от 1000 рублей, ну, я лично предлагаю всегда оформить, да, интернет-магазин, дисконтную карту, оставляем всегда двери открытые, свою визитку, каталог прошлого каталога с визиткой, рекомендации можно попросить, рекомендуйте меня своим знакомым, родственникам, друзьям, пригласить на акцию с подарком в офис, или если офиса нет у вас рядышком, куда вы можете пригласить, то есть мы, в принципе, с кафе такие встречи проводим на подарок, такие вот есть кафешки, которые такие демократичные, ну, типа Макдональдса, допустим, ну, Макдональдс не любим обычно, ну, вот, ну, что-то вот, где можно спокойно зайти, и на себя там не будет пристального внимания, вот, добавить новости, да, это я уже сказала, и продолжаться общаться, потому что этот человек может быть с вами сейчас там, что-то он вам не заказал, но он будет знать, что вы в Арифлейме, он может с вами потом как-то, да, что-то у него может быть случиться, да, надо ему будет, и он к вам обратится, то есть мне звонят иногда, да, помните, Татьяна, мы с вами встречались, откуда у них мой телефон, я уже сама-то не знаю, то есть всегда сеять, да, свои телефончики, и, конечно же, быть на связи со спонсором, вопросы все решать по меру или поступления, не надо придумывать сразу кучу, а вдруг не возьмут, а вдруг не скажут, а вдруг не откроют, ребят, все откроют, все будет нормально, самое главное, настрой ваш, да, ради чего вы это делаете и как бы зачем вы это делаете, и, конечно же, в завершении, да, вот этой темы я хочу сказать, что, например, я как лидер считаю, что я должна владеть, ну, наши все лидеры владеют разными методами, я не знаю, какой придет ко мне человек, я ему должна предложить разный метод, но то, что я сама не умею, мне сложно предлагать, я всегда предлагаю то, что я сама умею, знаю точно, что будет результат, вот, потому что все начинается с себя. И момент маленький такой, знаете, еще, у нас очень часто бывает, не очень часто, а частенько, давайте так скажем, попадаются люди, которые один-два раза сходили или получили какой-то отказ, или возражение получили, или просто-напросто в неудачный дом, или в неудачное время попали, и вообще, и все, руки опустили, говорят, это не мое, я это делать не умею. Вы знаете, всегда такому человеку хочется сказать, а ты, как, пошел сразу, пешком, когда родился, или может быть, сразу летать стал, или сразу на машине стал ездить, в конце концов, или институт сразу закончил, как только появился, наверное, белый свет у мамы, понимаете, то человек, допустим, когда, грубо говоря, мы чему-то учимся, даже там, так простому ходить. Мы что, сразу один шаг сделали и побежали? Понимаете, очень важно просто-напросто понять, какой нужно затратить промежуток времени для того, чтобы понять, работает метод у меня или не работает, мое это или не мое, понимаете? если, допустим, мы сделали 2-3 раза и сказали, это не мое, значит, в принципе, это, знаете, мы просто не уважаем себя и метод, с которым мы работаем. А просто-напросто нужно тебе сказать так, я буду работать, грубо говоря, 2-3-5 месяцев и посмотрим, что мне даст этот метод. И работать буду не один раз в неделю или полчаса в день, а именно так работать, допустим, Татьяна сказала, у меня цель 10 каталогов. Можно, да, можно будет какую-то статистику, скажем так, сделать, и вы какой-то увидите результат. Ну, в идеале 20 каталогов, чтобы вы бы быстрее получили результат. Сегодня 20 раздал, завтра их собрал и опять раздал, потом опять собрал, раздал. Ну, как бы это не основной метод, мы поэтому, например, 2 раза в неделю вот так вот работаем, да, например, девчонки, то есть там в понедельник раздали и на среду, в четверг собрали и снова раздали. То есть вот так вот. Правильно, Элин. Да. Ну, давайте ваши вопросы по-быстрому. Есть у вас вопросы какие-то? Мы уже вас задержали, честно сказать. Мы хотели уложиться, но что-то как-то больно душевно. Ну, за роликов, да. Как-то душевно получилось. Хотелось вам дать побольше, чтобы вот... Или может быть вам лишнюю информацию дали? Вопросы есть? Ну, можете писать, когда еще... Ну, приглашайте, приглашайте. Будем выступать друг у друга. Спасибо огромное. Ну, у Маргариты я в друзьях есть. Если что, пишите ВКонтакте, да. С удовольствием ответим, если что-то будет у вас, да, в процессе там вашей работы. Желаем вам больших успехов, продвижения, да, выполнить все свои цели, да, и поставить новые. Обязательно получится, потому что у нас самая замечательная компания, наверное, которая только есть. Знаете, самое важное, допустим, вот резюме, я люблю резюме делать, не резюме, а подводить итог вот именно встречи. Самое важное просто-напросто не просто ставить цель, не просто смотреть каким-то на свою мечту и сбоку все, а именно быть в процессе. Понимаете? И берите на себя больше ответственность. Не думайте, что в конце концов я вот зарегистрировался, спонсор там подкинет мне пяток другой людей, и я буду уже на трех человек, на трех процентов. Я найду человека, который будет работать одного, и я буду на шести процентов. Понимаете? Сделайте так, чтобы вашим поступательное движение вперед было именно вашим движением, а не ваших людей, не ваших спонсоров. Возьмите ответственность на себя за свой результат, за свой успех. Спасибо большое. Мы рады, что, в принципе, может, дали вам дельные советы и дали какое-то новое направление в вашем бизнесе. До новых встреч. Всего хорошего. Пока-пока. Пишите ваши вопросы.